Сегодня, в первую субботу месяца, мы возвращаемся к исследованию темы, которую на время пришлось отставить в сторону из-за пандемии и некоторых иных причин. Это дары Святого Духа. Сегодня мы будем рассматривать 17 дар по счету. Всего их, напомните, пожалуйста, сколько в Библии? 28 даров Святого Духа. И мы уже рассмотрели 16. Первые три проповеди были вводными о природе, знакомство с дарами Святого Духа, происхождение и предназначение даров Святого Духа, получение и использование даров Святого Духа. И вот затем мы начали, собственно, знакомиться с этими дарами непосредственно. Я благодарю Господа за то, что Он так богато оснастил Свою Церковь для служения. 28 даров – это очень много. И у каждого из вас, кто рожден свыше и крещен, кто присоединился к Церкви Божьей, есть хотя бы один духовный дар. И этот цикл проповеди, он замыслен для того, чтобы помочь каждому сориентироваться и опознать в себе тот или иной духовный дар. Итак, какой дар мы будем рассматривать сегодня? Давайте прочитаем послание к римлянам в 12 главе, стихи с 4 по 8. Римлянам 12 глава, с 4 по 8. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчество и по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальству с усердием. Вот об этом последнем проявлении дара Святого Духа пойдет речь сегодня. Дар Духа двоеточие – начальство. Кто хочет такой дар? Можете руку поддеть? Быть начальником. Так, что это такое? Каково объяснение этого дара непосредственно в Священном Писании? Как он проявляется? Что для него требуется? Каковы требования к начальникам, поставленным таковыми Святым Духом? Вот об этом сегодня в кратком обзоре этого дара на материале апостольских писаний. Еще раз, дар Духа двоеточие – начальство. В подлиннике, в греческом языке используется термин «проистамонос» для тех, кто конспектирует. И это слово, этимологически говоря, вот в плане своего происхождения, оно состоит из двух греческих слов. Первое слово – это «про». и вот это слово, это часть слова. И в русском языке есть. Вот, например, что такое «пролог»? «Пролог» – это то, что перед логосом. Ну, логос – это слово, логия – слова. «Пролог» – это то, что идет перед основным текстом. То есть «про» в оригинале, в греческом, означает, во-первых, перед, во-вторых, выше. То есть имеется в виду именно положение, как бы доминирующее, давлеющее положение того объекта, который описывается словом «про» в греческом. Теперь, вторая часть этого термина – «проистамонос», то есть начальник по-русски в синодальном переводе – это греческое слово «хистами». Это глагол. «Хистами» означает «стоять» или «ставить». Итак, что получается, когда мы объединяем «про» и «хистами»? Это тот, который стоит перед, то есть в начале или над. И очень интересно, что в синодальном переводе есть один термин, где это слово переведено «буквально». Давайте обратимся к первому посланию фессалоникийцам, к пятой главе, двенадцатому стиху. Первая фессалоникийцам, пятая глава, двенадцатый стих. Написано «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Итак, видите, «предстоять». Вот дословно. «Проистамонос», да? «Предстоящие» имеется в виду именно те, кто руководит, те, кто представляет собой духовно началие. Это люди, несущие ответственность за всю общину и так далее. Тот, кто стоит впереди, тот, кто стоит выше – вот значение этого греческого термина. Обратили ли вы внимание, какие функции осуществляют эти люди? Вот у вас текст на экране. Первая фессалоникийцам, 5.12. Что они делают именно в контексте церковного служения? Что они делают? Кромче, не стесняйтесь. Трудятся. Но трудиться можно по-разному. Что именно они делают? Спасибо, аллилуйя. А то вы все на меня смотрели. Я нужно было чуть-чуть правее, вот на экран. Они вразумляют. Они вразумляют. То есть это люди, которые являются духовными наставниками. Кто нуждается во вразумлении? Тот, кому кое-чего недостает. Тот, кто вот идет, идет, а потом раз, и это самое, уклонился. Вот его нужно вразумить, наставить, поправить и так далее. То есть речь идет о духовном даре, который делает человека способным быть вот таким вот духовным начальником, быть в состоянии вразумлять. Потому что далеко не секрет, что можно надеть погоны, можно быть избранным на какое-то служение в церкви, но не имея соответствующего духовного дара, не иметь никакого влияния. Знаете, как вот медь звенящая и кимвал звучащий. Может быть, много слов, может быть, много усилий, а толку и результата нет. Люди же, которые наделены вот этим даром Святого Духа, когда они говорят, когда они вразумляют, это имеет силу воздействия. Давайте еще посмотрим на один отрывочек, который используется для этого слова «вразумлять». 1 Коринфянам 4, глава стихи 14-15. 1 Коринфянам 4, глава 14-15. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Обратите внимание, что тот, кто вразумляет, в данном случае апостол Павел, у него, вне всякого сомнения, был вот этот вот дар начальника, когда он вразумляет, как он это делает. Смотрите на экран. Покажите нам 14-й предыдущий стих, пожалуйста. Что он пишет? «Как возлюбленных детей моих». Так? Потому что это служение можно осуществлять очень по-разному. И от одного вразумления больше в церковь, в эту общину поместную никогда не придешь. Ведь, в принципе, никому не нравится быть вразумляемым. Редко кому нравится принимать коррекции, наставления, обличения, тем более, и прочее, прочее. Но если есть у человека духовный дар, он может это сделать и сказать так, что оно, скорее всего, будет принято. Безусловно, человек даже и самого благодушного, и любвеобильного начальника может не воспринимать. Есть люди, которые, в принципе, без царя в голове, как говорят в народе. И они противятся любому начальству, любой власть. Есть таковые. Но большинство людей реагируют на вот такое отцовское, полюбовное обращение. К вопросу о том, каким образом должно совершаться вот это служение начальника. Согласно Божьему замыслу, мы сегодня еще поговорим. А сейчас пока пытаемся прояснить, что это такое. Давайте пригласим еще один текст показать 1 Тимофею 3, глава 4 и 5 стих. 1 Тимофею, глава 3, стихи 4 и 5. «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией». Помните ли вы, о чем тут идет речь в этой 3 главе 1 Тимофея? Каков контекст? О служителях, именно о руководителях общины. Вот начиная с 1 стиха, 1 Тимофею 3, 1. «Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть». И дальше пошел список условий. И в том числе 4-й «хорошо управляющий домом своим». И вот здесь изучаемый термин «проистаменос» переводится как, как вы думаете? «Управляющий». «Управляющий». И вот согласно тексту, что значит «хорошо управлять своим домом»? Это в чем может выражаться? «Воспитание детей». Что написано? «Детей, содержащие в послушании». То есть о том, хорошо ли человек управляет своим домом или нет, можно узнать по поведению его детей. Но обратите внимание, детей каких? Детей, обретающихся где по тексту? «В его доме». То есть это означает ему по-прежнему подвластных. На нас не лежит, на родителях не лежит ответственность быть ответственными за детей по гроб доски. Нет. Пока живут в доме. Пока живут в доме. То есть мысль такая. Если не умеешь детей содержать в послушании, не умеешь управлять вот этот вот самый термин «домом», то в церкви тебя кто послушает? То есть если тут нету опыта, совершенно очевидно, нету этого дара. Итак, смотрите, что получается? Что назначаемые, избираемые на служение руководителей в церкви, они должны иметь дар начальника. И это проявляется, в частности, в семье. То есть здесь поднимается еще одна сторона этого дела, этого явления, а именно, какое слово, подскажите мне, какой главный термин, какой главный вопрос вот здесь, в этих двух прочитанных стихах? Власть, дорогие. Власть. Почему у отца дети в послушании? Потому что Бог ему дал власть над детьми. Не только есть заповедь детям, дети, повинуйтесь родителям в Господе. Но и у родителей есть заповедь какая? Содержать детей в послушании. Потому что есть дети, которым достаточно заповеди, а есть детям, которым недостаточно заповеди. Дети более своенравные, более своевольные и так далее. И их нужно содержать в послушании. Если не будешь использовать Богом данную власть, то послушания не будет. Термин «проистамонос» в Библии означает также «имеющий власть». Не только занимающий положение, но и имеющий власть для того, чтобы вот в этой общине, в этой поместной конгрегации действовать от имени Бога, защищая Его истину, отстаивая Божьи интересы, защищая параметры нравственности и так далее. Итак, это были некоторые примеры того, как вот это слово, которое мы изучаем сегодня, которое переведено как начальник, начальство, используется в Священном Писании и какую смысловую нагрузку несет. Приведем пример из служения Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 28 стих. Матфея, 7 глава, 28 стих. Написано, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». И 29. «Ибо Он учил их» Давайте прочитаем вместе. «Как власть имеющий». Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Изучение того, как учили книжники и фарисеи, в ту эпоху открывает, что учение строилось на авторитете древности. То есть, когда вы читаете, например, Мишну, документ, где собраны учения раввинов, в том числе и вот этой эпохе, когда служил Иисус Христос, то подход там такой. Цитируется какая-то заповедь, например, из Торы, из Пятикнижья, и говорится, «Равин такой-то, сын такого-то, сказал так-то». А такой-то, сын такого-то, сказал так-то. То есть, все шло ориентировочкой на чей-то авторитет, на авторитет кого-то. А Иисус что говорил? «Вы слышали, что вот так говорят, вот так говорят, вот так говорят, а Я говорю вам». Это вот конец Нагорной проповеди. То, что я прочел, это конец Нагорной проповеди, которая занимает пятую, шестую, седьмую главу Евангелия от Матфея. И по итогам вот этой речи Иисуса Христа сказано, что народ удивлялся, потому что он говорил как власть имеющий. Он говорил Слово Божье. Он говорил с авторитетом. Вот об этом идет речь, когда у человека есть этот дар Святого Духа. Итак, мы с вами дали бегло определение тому, что такое начальник, что такое начальство, согласно значению терминов, которые используются в Священном Писании, в подлиннике греческих, апостольских писаний. Теперь несколько отрывочков, описывающих характер этого служения. То есть мы ответили на вопрос «что?», А теперь ответим на вопрос «как?». Как Библия призывает служить тех, у кого есть этот дар? Итак, прочитаем послание к римлянам, 12 глава, 8 стих, наш исходный отрывок. «Увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальство с усердием?» Вот это вот характеристика того, как надо совершать это служение. Если начальник, то не просто радуйся, что тебя выбрали, и что ты, допустим, самый старший в этом обществе и так далее. А если ты обрел этот дар Святого Духа, то в этом служении проявляй, снова термин – усердие. Начальник ли – начальство с усердием. И это вот еще одно греческое слово, которое мы будем рассматривать сегодня в подлиннике. Это слово «спауде». «спауде». Для тех, кто занимается ответом на вопросы по содержанию проповеди, оно вам уже не нужно, вам первое важно было зафиксировать. Так вот, посмотрим, как это слово переводится, что означает «с усердием». Это как? Евангелие от Луки, 1 глава, 39 стих. Луки, 1 глава, 39 стих. Написано так. «Вставша же Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин». Кто нашел искомое слово? «С поспешностью». «С поспешностью». Да, вот это один перевод. То есть «спауде» переводится как «поспешно». Иными словами, не откладывать в долгий ящик, не откладывать на потом. Когда задача становится понятной, когда ясно, что надо делать, тут же принимаешься за работу. Вот это характеристика этого термина. Еще один отрывок – это 2 Коринфянам, 7 глава, 12 стих. 2 Коринфянам, 7 глава, 12 стих. Написано. Итак, если… 7, 12. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы открылось попечение наше о вас пред Богом». Какое слово тут? «Попечение». «Попечение», то есть, как еще это можно выразить синонимом? Забота. Да, то есть, начальники от Бога, те, у кого есть этот дар Святого Духа, они заботятся, они провели заботу о своей пастве. Еще один пример – послание евреям, 6 глава, 11 стих. Евреям, 6, 11. 6 глава, 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, как тут? Ревность». Представляете, это все то же самое слово. То же самое слово. «Ревность». Какие синонимы можно подобрать? «Старательность» – очень хорошее слово. Еще вовлеченность, посвященность подходит? Да, да. То есть, вот это как! Вот это как служить с усердием. И, наконец, 2 Петра, 1 глава, 5 стих, 2 Петра, 1, 5. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере ваши добродетели, в добродетели рассудительности, здесь какой перевод? «Старание». Давайте я повторю. «Начальник ли начальству с усердием?» Это же самое слово переводится как «поспешность», «попечение», «ревность», «старание». Вот это формат, вот это то, как Господь хотел бы, чтобы имеющие этот дар Святого Духа совершали свое служение. Теперь мы можем обратиться к иным отрывкам Слова Божия, которые также используют вот это главное слово греческое, которое мы изучаем сегодня, «проистамонос», в разных формах. Да, это слово используется 8 раз, в подлиннике, в разных формах. И вот одно из таких мест – это у нас послание Титу, 3 глава, 8 стих. Титу, 3 глава, 8 стих. Титу, 3, 8. «Слово – это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Здесь подлинники «проистами» в форме глагола, как переведено «прилежными». Этот человек, он прилежен в своем служении. Титу, 3 глава, 14 стих. Несколько стихов ниже. 14 стих. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Как вы думаете, как здесь переведено? Упражняться. И это очень важный момент. Кто из вас в начале нового для вас дела при назначении на новую руководящую должность сразу был крупным специалистом в этом деле? Нужно упражняться. Да, могут быть ошибки, да, могут быть недостатки, недостаток опыта, недостаток видения, перспективы, недостаток твердости, может быть, недостаток мягкости, гибкости и так далее. Но всему можно научиться. Всему можно научиться. И если человек вот именно так к этому относится, как Священное Писание призывает, используя все вот эти разные слова, по крайней мере, по синодальному переводу, то когда в этом пребываешь, когда в этом упражняешься, то успех твой обязательно для всех будет очевидным. То есть, несмотря на то, что Бог дает человеку дар, дар не означает автоматическое совершенство в использовании этого дара. В любом даре и можно, и нужно возрастать. Дар – это как способность, как задатки. Ну, возьмем, например, человека с абсолютным музыкальным слухом. Достаточно ли этого, чтобы он идеально исполнил мелодию, чтобы его голосовой аппарат все вывел четко? Вовсе не обязательно. Нужно прилежно заниматься. Вот об этом идет речь. Еще один аспект этого дела. Теперь, когда мы задаем вопрос об атмосфере этого служения и применения дара начальства, я хочу обратить ваше внимание на одну важную предпосылку, которая засвидетельствована прямо перед тем, как начинается изложение списка даров в 12 главе послания к римлянам. Римлянам 12 глава, 3 стих написано. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». И дальше говорится, что имеем различные дарования, и дальше говорится начальствующий начальствует с усердия. То есть, к сожалению, так бывает, что некоторые должности или виды служения в церкви, они автоматически воспринимаются как весьма скромные. Будет тогда… Некоторые так и выражаются. «У меня скромная должность». И вот тут, например, какие должности могут быть названы скромными? По людским меркам. Вот, например, «служение» в оригинале «диакония». Так, извините за выражение, бумажки подбирать. Скромненько, очень скромненько. И вот, безусловно, диакония намного больше в себя вбирает. Слава Богу за служителей диаконского отдела. Но, к сожалению, есть вот такое, присутствует иногда, встречается порой, как вы знаете, такое пренебрежительное отношение к некоторым видам служения. А как вот насчет такого служения, как, например, раздаватель? Раздаватель. Причем, когда это делаешь, чтобы одна рука не знала, что делает другая. То есть, особо статусно тут не поднимешься. Но некоторые вот в этом списке пророчества будут из-за океана прилетать, послушать и на диктофончик записать пророчества. Потом много чего другого. Учитель там и так далее. Так вот, предваряя все эти проявления даров Святого Духа, Библия говорит, третий стих, «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте как? Скромно». Так вот, вне зависимости от того, что именно делает человек в церкви, он должен быть скромен. И вот на эту тему в Священном Писании очень много говорит, в особенности к тем, кто занимает начальствующее положение, кто к духовно начальнию относится в силу положения и в силу духовного дара. Вот о них особенно говорится. Давайте быстренько вспомним несколько отрывков. Иезекииля, 34 глава, стихи с 1 по 4. Иезекииля, 34 глава, с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, изреки пророчество на пастыря израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастырь? Вы ели тук и волною, то есть шерстью, одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, поранено не перевязывали и угнанно не возвращали, и потеряно не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Вот это вот один формат, вот это одна порода начальников. И таких много. Так? Пузо вперед, папочку под руку, или там Библию под руку, и все. Я тут главный, так? Я тут главный. Большая проблема. Это всегда была проблемой. Это вот негативный пример. Теперь вот что Священное Писание призывает делать. 1 Петра, 5 глава, стихи с 1 по 3. 1 Петра, 5 глава, стихи с 1 по 3. «Пасите пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но и из усердия». Узнаете слова? «Да? Но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Не должно быть господства. Князья господствуют, цари господствуют у народа, а между вами да не будет так. И служение начальника – это, да, безусловно, честь, это, да, безусловно, статус, но он предполагает и огромную ответственность, и большую нагрузку, а главное, когда мы говорим о взаимоотношениях между начальниками и подначальными, чего не должно быть? Господство. Не господствуйте. Подавайте пример. Трудитесь сами, будьте прилежны и так далее. И, конечно же, идеалом в этом отношении это ответ на последний вопрос. Для тех, кто заполняет sermon points, идеалом в этом отношении является пастырь-начальник. Книга Евангелия от Марка, 10 глава, 45 стих. Марка, 10 глава, 45 стих. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. величайшим примером, величайшего пастыря, пастыря-начальника, который был превыше всего, но который оставил все и уничижил себя самого, принял образ раба, стал послушным во всем, послушным до смерти и смерти крестной, позорной. Вот это пример. Пример личности, которая служит так, как Бог замыслил. Примером пастыря, примером начальника, который не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, является Иисус Христос, наш пастырь. Итак, сегодня, изучая тему «Дар Духа, двоеточие, начальство», мы вначале постарались разобрать ответ на вопрос «Что? Что это такое?», дали определение на материале Библии и затем постарались ответить на вопрос «Как?». Как имеющему этот дар служить? В чем это служение проявляется и каким образом оно осуществляется? Ну и напоследок вопрос. «Знаете ли вы людей, у которых есть дар начальника?» Именно вот не должность, а дар. Дар Святого Духа, начальство. Распознал ли в себе кто-то вот по итогам этой проповеди, во свете этой проповеди, на материале того, о чем мы читали сегодня в Библии, распознал ли в себе кто-то этот дар? Что когда вы говорите, у вас есть власть, вас слушают, за вами следуют, вам повинуются, даже если у вас, может быть, и временно нету соответствующего статуса в контексте церковной структуры? Знаете ли вы таких людей? Являетесь ли вы таким человеком? Применяйте этот дар. Служите Господу с усердием, заботьтесь о людях, которые находятся рядом с вами. И да благословит вас Господь. Аминь. 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 Продолжение следует...